Да, извините, я тут немножко как бы остановился, потому что закрыл презентацию и снова пришлось открывать его на долг. Переводы Евангелия на карельский язык в Володинской епархии. Да, мы помним, конечно, слова Евангелия. Это слова, которые как бы были руководственны для священников. Переводы библейских текстов являлись существенным фактором, способствовавшим развитию грамматик корейского языка и росту национального самосознания. Начало великого дела перевода священных текстов на корейский язык связано с простой случайностью в 1773 году. К Кавдоровскому Метаполиту прибыл кандидат на священническое место из Лобки в Погостов-Павлинецкого уеда. От будущего священника Метаполит узнал, что притажание его кандидата во священники вовсе не разумеют российского языка. Метаполит распорядился заставить его перевести на лунинский язык, всему православной вере, молитву Господну, отче нашу краткое мировоучение. Затем он созвал некоторых лунинских клубцов, торгующих в Петербурге, заставлял читать переводы, требовал мнения, соответствовал ли он тому благому намерению. А оставник отправился домой, имея в том распоряжении перевод через распознающий язык людей. Спонтанные действия Нагородского Метаполита положили начало изучению и использованию корейского языка в повседневной богослужебной практике. Этому в значительной степени способствовали реальные потребности религиозной жизни, борьба против сарабреческого влияния. Решение проблемы языкового барьера противостоящих конфессий происходило пора. Сарабрецы энергично осваивали корейский язык и знали его с детства. Время как представители господствующей церкви делали первый рог, приходили для освоения наручных веков. На Европейском Севере проявилось знакомо к затем частям Российской империи ситуация. Никто не думал о необходимости для священника знать местные наручские языки или желательности священника, выучителей и среди самых народных. Центральной духовной власти отсутствие необходимых для священного служения книг замечено в 1802 году. Ветейший Синод распорядился перевески, катетизы, системы о верах, честное прочее, на лунинский и корейский язык. В 1804 году Синод издал перевод некоторых молитв, сокращенного катетизиса на корейский язык, в виде двух небольших барошюров с параллельными текстами на корейском языке на солянском языке. В этом же году в 1802 брошюру отправили на городскую епархию для раздачи онных на питающие на городские епархии, обращенным в веру греческого исповедания аудинским народам, для лучшего их поразумления и понятия богопочитания и истинного познания священника и христианской веры. Сам выбор книг для перевода был сделан неудачным. Чтобы заинтересовать крещенок и народцев христианства, ровно чехсеркцу требовал выбрать, во всяком случае, не катетизис, а что-нибудь другое. Такая форма, как катетизис и вложенный вопрос на ответную форму в виде слуха догматических рассуждений не могла заинтересовать и народцев даже и в том случае, если она переведена правильно на живой народческий язык. Возникшие трудности при общении народцев к православию и потребностях новых переводов ощущались после местных катаги в европейской сфере России. В 1716 году обер-покурор сын обер-пнязь Горицын обратил внимание на городского метрополитта Амбросия на необходимость к обучению священника корейского языка. Нельзя ли говорилось в письме обер-покурорах разыскать ключ к олунскому языку, который якобы близок выговорит кинскому, и преподавать его в семинарии по правилам грамматическим, дабы им доставить для олунцев астре и могуще проповедовать слово Божие на скотченном языке. Таким образом, необходимость востояния языка олунцев была осознана на самом высоком уровне. Для корейского языка это толпе не очень звичайное значение, ведь национальные языки почти всегда являются наполовину вполне искусственным образованием. Обычно это результат попыток построить единый образцовый язык и сможет реально существующий в живой речи в период. Эту непростую работу начали священники-энтузиасты. Последник Модородской духовной семинарии Сервсов представил Модородскому тампетербургскому мекрополитию «Перевод Евангелия на корейский язык». Модородский, в свою очередь, передал текст снятия Галисина, который сообщил о новом переводе Комитета Библийского общества с заинтересованным в публикации перевода текста Библии на доступном для исследований в библии языке. В целом, за время своей деятельности Библийское общество осуществило многочисленные переводы. Казалось, что и переводческая деятельность воспитанника Модородской семинарии началась на вполне благоприятном, как такого рода трудом момента. В 1820 году Российское библийское общество издало Евангелия Матфея в переводе на тверской язык корейского языка. В 1821 году учитель Стольбочегодского духовного училища Александр Крекин перевел на зарианский язык Евангелия Матфея. Текст был публикован в 1823 году. Комитета Добрых Толстерцова еще не менее занужны. Узнать, довольны ли будут Аунинские корейцы таким переводом на их речи, а также сколько способны читать. Для ответа на все эти вопросы было решено передать текст духовным лицам Володинской Евангелии. Казовоцкое духовное правление, получив текст, приказало местным священникам излечить его вынести в заключение пригодности перевода для корейственных духов. Решение священников оказалось неблагоприятным по готовым Матфеевским. Семинаристом текста Евангелия был признан подходящим для контекареологических приходов Володинской Казовоцкой Евангелии. Сегодня можно сказать, что это блестящий результат в России. В этот период очень часто оказывалось, что переводы совершались ненародные и ненародческие языки и какую-то тарабарскую смесь. Но в Володинской Евангелии текст Евангелии переводится от того, то есть, наверное, не дальше. Было заявлено, что на территории Казовоцкого уеда проживают такие корейки, у которых язык корейский и слух все испорчены неправильнее, а они хотя и понимают недовольность. Поскольку речь у обитателя от собственного Азерского и Роборецкого приходов, то можно сказать, что это было. В них Новгородский перевод оказался совершенно без полез. Из-за позиции местного духовенского текста в Солоне было опубликовано это решение объяснять корейским причинам. Во-первых, аунинское духовенство в своей мазь не желало замечать острейшую проблему корейского языка, опираясь на многовековой опыт своих подслов пришественников, которые вполне легко обходились к искусству в оборудовании. Во-вторых, огромное разнообразие диалектов корейского языка и младшего оптимизма, тексты, пригодные для одного прихода, оказывались безборядными заседаниями. Местное духовенство не принялось изучать язык местного жителя, одним из этих исключений стал деятельным священником городского приходом, который перевел Евангелие Азмакфея на Олунский директористов. Местная церковная власть догадывалась, что переводы Евангелия продолжаются силами некоторых декорских священников. Духовное начальство никак не задействовало им, но пыталось воспользоваться выходами. В 1830 году унинская духовная консистория расслабила все поведомственные ей приходы распоряжения прислали делами священникам из образованных переводов священного писания и молитв на корейский язык. Конечно, предполагалось использовать эти тексты для языковой подготовки с имени. По второй половине 19-го века перевод священного писания на корейский язык стал более успешным, чем в других годах. Причины этого заключались как на попленном опыте переводческой деятельности, так и в том, что влиятельные современники обратили внимание на эвцизиастов, переводчиков в священном написании и оказали им поддержку. В Петербурге на русском и корейском языках был издан корейский и русский молитв для православного карел поставленный Тиханову и начало христианского учения на губернии. В 1895-1997 годах аналогичные усилеты принял Архангельский опытеальный комитет православного на корейском обществе в соответствии несколько духовных прошуток до корейского уезда Архангельской губернии. Эта работа была продолжена и в начале 20-го года. По данному зачету опытеального опыте в Примиссионатском обществе работа переводческая комитет основной заслуги для того, которое восстало в издании Евангелия Тимуана переведен на мангарийский язык священникам пенгурского приходя Архангельской гепартии Девчонка. Издан от начала 20-го века вырисовывается довольно благоприятная картина дальнейшего интенсивного развития народческих языков и их использования в богослужебном ангибходе. При этом формировались грамматические правила, обогащался словарный запас, по сути дела с нуля создавалась национальная интервенция. А в конечном итоге повышался статус народческих языков и степень использования в языковском деле является индикатором тех условий, которые язык имеет для своего функционирования качественных языков. Судя по публикациям про хриарные периодические печати, процесс перевода отдельных фрагментов Евангелия интенсивно продолжался благодаря усилиям утебиастов и числа священника свободно бландеющих народческими языками. А в 1907 году опубликована пасхальная Евангелия, переведенная природным порилятом диаконом Умурского прихода Стефаном Прорисовым. В этом же году псаломщик Кондорского прихода Аня Кутев адаптировал к особенностям местного корейского губра Евангелия от Марка и некоторые его получили. А с 1902 по 17-й год находясь на должности миссионера священник Преображенский переводил на корейский язык наиболее популярную молитву и все четыре Евангелия. Несмотря на все трудности и недостатки, миссионерская политика православной церкви приводила к формированию религиозной интеллигенции и счастлива и народа. Кроме того, благодаря ее деятельности преодолевался несомненно существующий в сознании многих российских граждан барьер бытового статуса языков финал-городских народов. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Максим Викторович. Есть ли вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.